здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева сегодня 17 февраля 2022 года благодарю вас всех за поддержку благодарю за поддержку канала тема видео расшифровка слова омикрон по вашим просьбам трех недельной давности напоминаю тем кто впервые на моем канале про расшифровку слова к вид 19 как мы изменили формулы какие пошли события просто валом конечно скажут совпадения пусть думают кто как хочет нам важен общий результат казалось бы удавка вот-вот затянется вспомните состояние которое было в конце ноября когда голикова сообщила что ко второму февраля всех акуарит теперь не слышно ни попову не голикову хотя нет попова тут вот услышал народ внимательно отследил как они тихо съезжают всем это результат общей работы мысли образов намерений проснувшихся человеков но расслабляться рано это только начало мы отменили войну на украине тем что разрушили сатанинский ритуал на в днх это уже очевидно и это не совпадение это именно наша с вами работа им остается только кричать что мы сумасшедшие верим всяким бредням что нет никаких сатанистов и никто не проводит никаких ритуалов что нам все кажется и вообще у нас шапочки из фольги и так далее ага хорошо идем дальше расчехляем игру нелюдей теперь омикрон заметили уже вяленько как-то идет они не поняли что вообще происходит и так расшифровка слова омикрон пока никто не написал нигде за это время я думаю что по аналогии с к видом 19 к 1 вид 19 ст но пока видно что не до расшифровок зрителям тогда приступим омикрон о микрон о это ноль ноль микрон ноль микрон вещества существа молекулы атомы частицы волны ноль понимаете это то что нет существует природе нет такого вируса бактерии животного ноль микрон микрон единица измерения вещества равна одной миллионной доли метра 10 минус 6 метра или 10 минус 3 миллиметра 1879 по 1967 годах официально использовалось название микрон которое затем было отменено решением 13 генеральной конференции по мета и по мерам и весам приставка микро служащая все системы измерения для образования дольных единиц принято 11 генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году одновременно с принятием системы измерения в целом то есть только в 1960 году слово микрон вошло в систему измерения си а вот насчет волны тут мы подумаем читаем далее микрометра является стандартной единицей измерения в которых выражается допуск отклонений от заданного размера машиностроительном и почти в любом производстве где требуется исключительная точность размеров микрометрах также измеряют длину волн инфокрасного излучения то есть вот волна она может и подойти для этого дела для лучшего представления этой единицы длины можно привести следующие примеры длина волны видимого человеком света лежат диапазоне от 0,38 фиолетовый цвет до 0,78 микрометров красный диаметр эритроцита составляет 7 микрометров толщина человеческого волоса от 40 до 120 микрометров но ноль это ноль и длины и волны здесь тоже нет здесь нет никакого расстояния здесь нет ничего ноль микрон то есть даже микрон чего-то его нет ноль однако когда появилось это слово кое-кто в интернете предположил что омикрон это облучение микроволнами эти статьи тут же назвали фейком но если там нет ничего нет волн но некоторые люди получают какой-то штамм заболевают и с ними происходит что-то не очень хорошее и они болеют как-то по-особенному и это связывает именно с этим омикроном то что же тогда это может быть но я скажу свое мнение я не претендую на правду на истину это всего лишь мое субъективное мнение что здесь присутствуют разработки петра горяева недаром его заблаговременно убрали перед этой войной против человека то есть наложение информации болезни на психику людей на сознание на подсознание это могут быть технические новые технологии а быту называется наведение порчи что могут делать некоторые ребята цыганки бабушки дедушки в деревнях также могли эти вещи делать сейчас некоторые так называемые экстрасенсы за деньги этим тоже занимаются возможно попадают под рождачу те кто уже напуган предыдущим к видом либо уколотой но скорее всего опять таки я скажу свое мнение как психолог здесь действует уже психосоматика то есть идет технически как петр горяев он уже технически это все разработал и его разработки которые должны были идти на благо людей воспользовались нечистоплотные товарищи и повели это все против людей то есть наложение информации который мгновенно там нет ни волны ничего она мгновенно по квантовым образом попадает подсознание особенно на подготовленное подсознание для этого надо человека очень сильно напугать то есть когда он находится именно в состоянии фрустрации депрессия непонимания страха вот страх и страх он нагнетается мы видим как сми как по команде все нагнетали этот страх и это не может быть тоже никакой случайностью потому что сейчас они как по команде все замолчали практически замолчали у них как бы хопа команда вот видно что раз и все начинают одно и то же писать потом хопа замолкают это тоже можно отследить то есть есть некий дирижер который дирижирует этой ситуации это опять-таки говорю мое личное мнение и предположение мы пойдем дальше по изучению зверя невиданного омикрона загадочного берем то что есть в открытом доступе он название омикрон 15 буква греческого алфавита системе греческий алфавитной записи чисел имеет числовое значение 70 происходит от финикийской буквы а и на вот это запомним здесь этого этой странице а и нет от буквами крон произошли латинская буква о и кириллическая о опосредованно также и ю древнегреческая форма название микрон дословно обозначает малое о в отличие от большого о то есть омеги кстати виде омеги в москве сегодня ну и прошлом году и позапрошлом везде ставит цифру 0 в дате года 22 22 0 в виде омеги на катке в днх тоже самое в астрономии используется для обозначения 15 по яркости звезды в созвездии например омикрон андромеды омикрон кита омикрон персея тоже запомним омикрон персея конце этого фильма мы к нему вернемся период пандемии ковид 19 используется для обозначения омикрон штамма нового коронавируса в статье дональда кнута предлагается название большой омикрон для асимптотической оценки сложности алгоритма сверху ого тут целый набор символизма и один круче другого самая яркая звезда в созвездиях раз асимптотическая оценка сложности алгоритма сверху у какое значение запихнули швабры в это слово алгоритм сверху 2 что нам это дает пока не ясно меня заинтересовал некое финикийское значение омикрон а и здесь страница отсутствует и мы набираем поисковике а и что это у нас такое библейский город древней палестине река восточной франции муниципалитет в испании и 16 буква финикийского алфавита форме глаза 16 буква еврейского алфавита окана а в греческом она пятнадцатая буква но оказывается это одно и то же значение омикрон и а и это 16 буква еврейского алфавита далее это традиционное название звезды эпсилон тельца еще значение бесконечное при вечное бытие потенциальной множественности творческих сил в абсолютно едином существе каббалистический термин синоним бога не хохо а микрончик то у нас чем оказывается является синоним бога в каббале тут уже не 15 16 форме глаза это три у нас получается третий символ что за эпсилон тельца ну-ка ну-ка посмотрим эпсилон тельца оранжевая звезда гигант спекрального класса находящийся на расстоянии примерно 147 световых лет в созвездии тельца известна с древности под названием аин обозначается в каталоге племстида как северный глаз то есть опять таки у нас эпсилон тельца как северный глаз тут и телец вам тут и глаз считается наиболее массивный и звезд с обнаруженными планетами то есть там есть планеты вот как интересно не оттуда ли тоже ребята телепортировали сюда к нам значит с обнаруженными планетными системами и достоверно установленной начальной массой хотя звезда потенциально более массивно интересно разворачивается микрончик название звезды эпсилон тельца северный глаз 4 известно кстати в древности 147 световых лет от земли это к тем кто говорит что нет никакого космоса у для плоскоголовых далее аин бесконечная привечное быть ее потенциальной множественности творческих сил и абсолютно едином существе каббалистический термин синоним бога это предвечное бытие потенциальной возможности а это уже наши метавселенные со знаком бесконечности что рисуют нам во всех сетевых ресурсах значит я рассуждаю по планам если бы все шло по их швабровским планам то этот самый микрон который на самом деле а in должен был завершить переход нашего сознания живых человеков в мертвые метавселенные но о них потом другом фильме более подробно поговорим но то что метавселенные нам сейчас активно внедряют везде об этом тоже говорится и об этом швабр тоже прописал своей книге четвертая революция промышленная ну как четвертый рейх то это не может быть просто простым совпадением или просто набором слов или каких-то философских терминов и так это существо и бесконечное думаете все нет далее текста многое чтобы не утомлять зрителей я дам вам только выдержки из еврейского словаря потому что буква а in это 16 буква еврейского словаря и до нее есть подробное описание а in смысловое значение буква in передается уже ее название которое переводится как глаз орган зрения но понятие зрения включает в себя два аспекта материальной и духовной буква а in совмещает внутренний мир человека с огружающим его внешним миром каким образом намек на это уже есть в самой форме буквы и и образует буква и от вытянутая вниз и соединенные с нижней половинкой буквы за in и от символизирует абстрактное совершенство как своей формой точкой не имеющий материального воплощения прошу внимание на вот этом определение так и гематрии число 10 объединяет частности в единое целое девять точек расположенных на плоскости прямо и по диагонали и точка центра соединяются в единую букву и от то есть несколько точек не имеющих материального воплощения ноль микрон понимаете это отображается двухмерного отображения двухмерного абстрактного мира не имеющего прямой связи с реальностью метавселенные буква за in символизирующая связь небесного и земного с числовым значением 7 объединяет стороны света вверх и низ с центром являясь воплощением конкретной действительности во всей ее полноте а это уже трехмерный мир данный нам в ощущениях это все из еврейского словаря я вам цитирую сочетание этих букв не только по форме но и по произведению своих гематрии образующих букву аин совмещение абстрактной духовности с конкретной материальности символизирует идеальный взгляд на мир только тора дает возможность сформировать такое видение мира трактате шаббат гемара говорит 70 ликов у торы и вот у нас опять возникает цифра 70 то есть это одно из значений о микрона это у нас 70 ликов у торы 70 подходов к любому явлению 70 способов восприятия есть у глаза то есть а микрон у нас и глаз и значение 70 это 70 восприятие у них буква буквы аин высшим законодательным и судебным учреждения еврейского народа сангедрине заседали 70 старейшин израиля и в этом числе намек на еврейское миропонимание основанное на учении торы между прочим еврейских мудрецов и раввинов называют глазами общины вот у нас кто за глазиками то прячется еврейские раввина но все откровенно все прямым текстом написано это не какой-то там один глаз какой-то это общий глаз еврейских раввинов которые надзирают над миром это глаза их общины имея ввиду что они адекватно воспринимают мир и ясно видят в чем состоит благо для нашего народа имеете ввиду для еврейского народа и это их видение воплощение внутреннего смысла буквы аин понимаете да для блага еврейского народа они адекватные но они сами о себе пишут они сами о себе говорят для них больше никто не существует мнение там больше никого не не интересует кто там какое-то мнение имеет есть только мнение еврейских раввинов и мнение торы значение торы и 70 леков вот что такое о микрон вот сколько у него значение и все они у нас оказывается источником является кабала это по книге д паланта тайна еврейского алфавита далее аин 16 буква еврейского алфавита 1 на 12 простых составляющих зодиакальному знака знаку козерога знак козерога 8 в данном случае ваши знаки козерога не имеет никакого значения я имею ввиду людей которые родились в знак козерога то есть декабре в январе они это не имеет никакого значения для данного ребуса то есть ваши козероги это те которые надо козероге а в данном случае мы разбираем еврейский каббалистический ребус и их же алгоритмы но козерог для ребуса там вот для кабалы важен потому что он в общем то является символом бафомета это тоже их один из главных мифических так называемых мифических существ которому поклоняются в том числе древние евреи это в библии в детском завете есть все продолжаем теперь и статьи аин понимание еврейских мистиков раби ицхак гинсбург алиф бейт значение буквы читаю понятие постоянный присмотр бога за каждым элементом мироздания смысл название буквы глаз цвет источник форма насильно открытый штрих ну смиренный слуга с вклинившимся в него штрихом вау божественный поток число 70 пространство козерог время месяц тивет человек печень качество гнев архетип дан и так что же такое за месяц тивет давайте рассмотрим с тивета начинается сезон ткуфа зимы три месяца зимы тивет шват и адар соответствует трем коленам дан ашер и нафтали которые располагались единым лагерем на северной стороне во время движения евреи в пустыне четвертый месяц еврейского календаря и десятый гражданского в этом месяце 29 дней приходится на декабрь и январе кстати на декабрь и январе на начало тивета попадают последние два или три дня праздника ханука так вон они еще михалыч как раз приходится на декабрь и январские и как раз у нас и принял эстафету омикрон если все пошло по плану то далее ортодоксы должны праздновать хануку я так понимаю десятый день этого месяца иудеи держит пост память о начале осады иерусалима навухода на ссором месяц у тивет соответствует созвездие козерог опять козерог и навухода на ссор который разрушил храм и евреи мечтают восстановить третий храм и тогда придет мышах на в ухо дано сара я уже разбирала фильме не так страшен масон как его сглаз и так весь этот алгоритм по кабале должен был привести к действию омикрона и прихода мышаха которого уже объявляли в прошлом году и позапрошлом году что он якобы вот 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 прям придет но там то ли не хватало 2600 рабов на каждого еврея из-за этого мышах не приходил то ли еще какие-то вещи но поскольку евреи народ он предприимчивый торговцы предприниматели они делали на этом деньги на ожидании мышах они делали сувениры неплохо каждый раз зарабатывали я помню эти темы как когда они были раньше я помню эти сувениры еще когда был трамп и они тоже ждали не делали монеты вместе с мышахом вместе с трампом что-то такое продавали там активно далее есть еще один огромный текст с подробным описанием значение букв но я беру прям выжимки главное это а везде в этих мистических сюжетах появляется однозначно соответствие между уничтожением метафизического врага народов великого смешения и наступлением царства мышаха то есть некий мифический враг которого на самом деле не существует то есть придуманный враг народов великого смешения враг народов великого смешения значит получается они о себе говорят как о народе великого смешения с чем-то их смешали и наступлением царства мышаха б однако как мы видим на внутреннем эзотерическом уровне позиции иудаистской эсхатология заключается вовсе не в пассивном ожидании мистического мессии помазанника божьего очень-то мне напоминает в христианство тоже мессия помазанник божий а в активном деятельном целенаправленном предуготовление конца времен вот к чему они идут они готовятся к концу времен они этого ждут вот им зачем-то это нужно пригод предуготовление то есть активное действие они активно должны что-то делать что мы в общем-то и наблюдаем они вовсю трудятся не покладая что называется рук в поте лица можно сказать и приготовление описанном в самом жестком и воинственном тоне в терминах мистического и эсхатологического ритуального геноцида нормально ритуальный геноцид вот эти все дела по плану должны были привести к тотальному геноциду самоубийству концу времен ну а чё все на добровольной основе все уши реалово ведь правильно все эти тесты м они тоже на добровольной основе ведь и людям предлагают выбор и люди делают этот выбор и часто не в пользу своей жизни своего здоровья и вообще будущего как вам расшифровочка теперь понятно откуда ветер дует из мета вселенных в которую ладно бы евреи их кабала как бы их выбор но они ведь в это во все пытаются втянуть все человечество вот эти 70 раввинов вот эти 70 глаз они пытаются втянуть все человечество в этот конец времен то есть ну занимались бы сами собой до своими концами времен никто же не мешает но как бы ваш выбор да пускай ваш народ с вами разбирается там хотят они тех конец конца времен или нет но они же это всем уготавливают они же никого не спрашивают хотите вы или нет ребята они активно должны действовать как им написано не четко действует по торе вот в торе а кто им там пишет тор вот эти 70 травинов то есть мы в общем то понимаем кто за всем этим стоит и еще одно значение о микрон которые впихнули в компьютерную игру кстати все компьютерные игры созданы именно для подчинения разума тотальным контролем там все программы вирусов сознания там все завирусовано вообще вот если посмотреть как я иногда по ну как бы по исследованию мне приходится это смотреть но это просто жуть если люди туда вовлекаются вовлекаются дети у которых нету еще стержнем внутреннего то в общем то они пропадают потом для жизни ну сами для себя пропадают для общества для будущего они пропадают они становятся зависимыми потому что у них нет альтернатива а это псевдо это искусственно эти вирус метавирус кстати это то что зацикливает сама на себя вот поэтому вот этого петля времени как бы бесконечности это то что зацикли на само на себе если это бесконечность тут метавирус он ничего не объясняет он типа того что это правильно потому что это правильно Вот все объяснение. Объяснение замыкается само на себя. Лента Меобиуса такая. Итак, компьютерная игра, о которой я говорила в начале фильма, это «Омикрон Персей-8». Это планета, населенная крупными инопланетянами, которые часто пытаются завоевать Землю. Я зачитаю только одну фразу из этой игры. «Вторжение на Землю». «Омикрон Персей» — это вообще просто муть конкретная. Я поэтому зачитаю только одну фразу. «Омикрон Персей неоднократно вторгался на Землю из-за различных культурных недоразумений и по другим причинам. Эти причины могут быть серьезными, когда их детей продают в магазинах быстрого питания». Их — это омикронов. Дальше мое примечание. Каннибализм тут у нас присутствует. Едят детей быстрое питание. Вот они это в игру компьютерную детскую для детей впихнули. Вот если YouTube убирает, следит за видео, чтобы здесь, не дай Бог, там чего не проскочило, то, пожалуйста, вот эти компьютерные игры, в которых есть все, буквально все. Вот все, что античеловеческого, антидетского, все. Ну, это, пожалуйста, это ради Бога. И вот такие игры дети все впитывают напрямую в подсознание. Я считаю, что это диверсия против детей. И надо это все вскрывать как нарыв и что-то с этим делать всем миром. Еще хочу обратить внимание ваше в этой игре на такой момент. Вот картинка. Меня зовут Лр. Я правитель планеты Микрон Персей-8. Представься или приготовься к неминуемой гибели. Варианты ответов. Ваши решения влияют на сюжет. Это подсказка нам всем. Наши решения влияют на сюжет. Стоять на своем. Жалобно молить о пощаде, рыдать. Самодовольно протянуть поддельный паспорт. Вот таким образом они и подсказки в том числе дают. Думаю, на сегодня достаточно расшифровок. А вот еще. Вот эта буква Омикрона, которую показывают в виде Омеги, хотя она как бы Омикрон, но показывает ее в виде Омеги. Вот то, что на ВДНХ я показала. Она еще является соединением двух зеркальных двоек. Что тоже, в общем-то, подходит под все эти цифры этого года, 2022-го, а также февраля второго месяца, а также 22-го февраля. Поэтому еще раз, это все-таки заранее фильм выходит. И давайте подготовимся. Точно так же будем заливать наши города, наша планета светом любви. Именно особенно 22-го февраля этого года. Потому что наверняка вот эти ребята адекватные, 70 раввинов, они тоже не будут спать и будут готовиться к этим датам. Это их, в общем-то, ну, суть, да. Это их хлеб, что называется. Ну, так им сказала Тора, так и говорит, они не могут отступать от нее. Мы просто что имеем, то и имеем. Мы должны это понимать и изучать их планы. Потому что пока что мутят и гадят тут на планете всем вот, получается, что вот эти ребята. Они своему народу гадят, ну и всем остальным заодно. Итак, что еще хочу сказать. Как бы там ни хитрил, ни строили козни, но в полном отсутствии эмпатии к человечеству и самим евреям, они тоже идут в метавселенные по замыслу и идут под ритуальный холохост. Но на ухо доноса Ра храм разрушил, новый не построен, мышиаха не придет. Метавселенная и ритуальный геноцид отменяются на веки вечные. К единому виду человека разумного на планете Земля, мира, радости, блага, процветания, благополучия, жизни, созидательного труда, любви. Азмьесмь, слово твердо. Продолжаем устанавливать свой порядок божий, христотных родов на нашей планете. Твердим формулу К1 вид 19, азмьесмь, ст. Все будет хорошо, враг будет разбит, победа за нами. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Делитесь этим видео, подписывайтесь на мои каналы. Всех вам благ. Субтитры сделал DimaTorzok